Спорт в Прибрежном станет еще доступнее. Городские власти запланировали построить здесь большой физкультурно-оздоровительный комплекс. Он объединит в себе и открытое футбольное поле, и бассейн, и тренировочный зал. Детали проекта еще предстоит обсудить. Жители поселка инициативу поддерживают. Спортивный комплекс обязательно нужен. Там меньше пьянки будет. Молодежь, допустим, в первую очередь. А уж пожилых, то они, конечно, меньше будут ходить. А вдруг? Вот лично я бы тоже маленько ходил бы. Хоть спина болеть, а так, что поселил бы. Чтобы люди занимались, молодежь, чтобы никуда не бегал. А есть где заниматься сейчас? Сейчас в данный момент только наверху. Спортзал открытый и все. Разместить будущий физкультурно-оздоровительный комплекс собираются в шаговой доступности для жителей. Площадки предполагаемого строительства комплекса осмотрели вице-мэр Виктор Кудряшов и представители профильных департаментов. Два варианта – во дворе школы на улице Юности и территория на улице Никонова. Мы здесь делаем просто посадку, меняем фундаменты. Ну, от геологии будет зависеть все. А в типовом есть футбольное поле? Нет, типовые. Там же они типовые вообще идут. Нет, там у него три или четыре варианта. Там один идет с футбольным полем, потом футбольное поле плюс калда и плюс универсальные площадки. Объект уже включен в областную целевую программу по развитию физкультуры и спорта. Администрация Самары ведет переговоры с компанией, которая формирует федеральную программу. Планируем построить объект за счет трех источников финансирования. Это городские, областные и федеральные средства. Все усилия, которые мы предпринимаем, они должны закончиться успехом, и скоро в Прибрежном такой комплекс появится. Уже через 2-3 года жители Прибрежного смогут заниматься физкультурой и спортом в современном комплексе. Марина Матвеевична, Дмитрий Тарасов. События.